друзья всем привет мы продолжаем укладку плитки в ванной на части мы уже уложили плитку и я оставил ту часть где находится дверной проем чтобы показать вам как правильно обойти его за один раз без подпорок плитка у нас светлая поэтому укладывать мы ее будем на белый клей от компании волма мульти клей t72 универсальный подходит для керамической и клинкерной плитки керамогранита натурального камня и для системы теплый пол ну и конечно же я решил показать спокойный и в то же время максимально качественный метод укладки плитки которым я пользуюсь последнее время дело в том что я работаю с не очень качественной плиткой и вот именно такой способ я думаю вам будет интересен усаживайтесь поудобнее я начинаю итак вот то самое место где мы и будем с вами работать дело в том что именно вот такая работа почему-то очень часто вызывает сложности у тех кто никогда ее не делал на самом деле есть один небольшой секрет и сейчас мы по полочкам с вами все расставим и выполним с легкостью эту работу первым делом естественно подготовим всю плитку которую нам необходимо отрежем ее в размер и сделать это довольно таки просто дело в том что здесь точная подрезка не нужна я примеряю одну из заготовок которые мне остались от других подрезок и примерно сантиметр не доходя до края я делаю разметку уже по этой плитке отрежу все в один размер и соответственно целый столб у меня плитки будет готов здесь обратите внимание что подходить прям строго к началу дверного проема нет никакой необходимости потому что если плитка немножко будет торчать то в когда мы будем устанавливать дверь она может просто мешать и придется пылить обрезать это болгаркой ни к чему поэтому смело оставляем зазор в районе сантиметра конкретно в этом случае супер точность не нужна но я просто решил показать что все обрезки при помощи шаблона получаются одинаковые а значит именно таким способом очень выгодно делать подрезку во внутренние углы где это необходимо то есть разом сели подрезали и уже можно идти плитку выкладывать на стенку ну и после того как все заготовки у нас готовы весь инструмент необходимой мы проложили рядом можно приступить к замешиванию клея замешивать плиточный клей нужно конечно же по инструкции между перемешиваниями даем раствору отстояться 5-7 минут открытое время и время корректировки данного клея составляет 20 минут плитка не сползает можно выравнивать неровности до 20 миллиметров клей пластичный и прочный практически не отличим от класса c2 на самом деле про перемешивание клея я очень часто говорю потому что это одно из важнейших то есть многие делают так что замешали плиточный клей и побежали сразу же работать то есть после того как они нанесли плиточный клей на стену он тут же немножко набух и уже работать с таким клеем некомфортно поэтому обязательно перемешивайте второй раз для работы на стены я использую увеличенную гребенку 10 миллиметров и это не просто так дело в том что плитка у нас все равно считается крупной форматной размер ее составляет 60 на 30 и 10 миллиметров гребенка очень хорошо справляется в том случае когда мы делаем только нанесение на стену сейчас давайте не спеша посмотрим как происходит работа по укладке плитки опять же мы никуда не торопимся время открытое у нас есть нанесли плиточные клеи на один столб и потихоньку начинаем укладывать клей нанесен равномерно берем плитку прижимаем ее к стене и даем вибрацию то есть смещаем ее из одной стороны в другую и клей хорошо распределяется под плиткой плитка сама уже встает в плоскость если говорить простыми словами то в том случае когда хорошо подготовлено основание работа сводится к тому чтобы первое нанести равномерно плиточный клей и второй момент это дать одинаковую вибрацию на плитку который будет укладываться если плитка имеет хорошую геометрию и нет у нее впалых углов кто работа прям вот сама выполняется то есть плитка ложится вся как нужно если у плитки какие-то углы немножко торчат то мы уже с каждым уголком еще индивидуально работаем примерно с такого ракурса очень хорошо видно что вся плитка находится в одной плоскости и никакой из углов не торчит поэтому мы просто посмотрим на плитку с разных сторон и уровень нам здесь не нужен потому что напомню основание подготовлено очень хорошо несмотря на то что со стороны казалось бы работа проходит гладкая не все так просто как кажется дело в том что плитка у меня не особо ровная и бывает какой-то уголочек торчит даже при равномерном нажатии соответственно в таком случае останавливаюсь и более сильно воздействие на этот угол дальше швы также видно что немножко неравномерные но это керамика и это нормально нам надо разогнать их более-менее одинаково и после затирки работу будет выглядеть хорошо после того как мы завершили укладку ряда слева приступаем к укладке плитки справа дверного проема и здесь как раз я хотел продемонстрировать почему я работаю во первых увеличенными гребенками а во вторых не делаю клей слишком густым потому что многие делают специально клей гуще потому что им вроде как проще работать также обратите внимание что я наношу плиточный клей только на основании и вот когда мы делаем хорошую усадку плитки на стенке нету необходимости делать контактный слой как многие его называют контактный слой делается только на крупном керамограните и все дело в том что мне многие часто пишут что я на камеру специально очень сильно усаживаю плитку и так далее это не так если пересмотреть все мои ролики возможно в ускоренном режиме это не видно но на самом деле я просто привык так я так начал работать еще с давних пор поэтому я всегда очень сильно нажимаю на плитку и как вы можете заметить это приводит к хорошему заполнению плиточного клея под плиткой ну а уже насколько качественно и хорошо усаживать плитку это дело каждого тут я ни с кем не буду спорить кто-то считает что можно и просто прислонить и не в ничего с ней не будет кто-то хорошо усаживает кто-то делает двойное нанесение пусть это остается делом каждых я лишь рассказываю только так как делаю лично я после того как слева и справа мы выложили плитку осталось выложить ее над дверным проемом как раз таки к самому интересному мы с вами и приближаемся ну а с помощью лазера я убедился что плитка у меня находится на нужном уровне и уже теперь можно подготовить верхнюю плитку для последующей укладки для того чтобы точно отрезать плитку я выставляю цельную плитку с зазором примерно 2 миллиметра и очерчиваю линию замеряю расстояние от этой линии до угла и минусую 3 миллиметра после этого обрезаю на обычном ручном станке и можно приступать к укладке наносим плиточный клей сразу на всю площадь над дверным проемом и закладываем проем плиткой я делаю следующим образом всю плитку я клею чуть выше чем нужно а потом опускаю ее до уровня и плитка за счет натяжения плиточного клея остается на месте никуда она не сползает самый главный момент который необходимо выполнить это как можно лучше усадить плитку чтобы плиточный клей хорошо заполнился под ней и зафиксировал ее в нужном месте данный способ очень хорош не только над дверным проемом но и в том случае когда я обкладываю ванну то место где у меня будет вставать ванна я сразу же выкладываю плиткой без всяких подпорок и оставляя ровно одну плитку для того чтобы после установки ванны немножко эту плитку подшлифовать так как каждая ванна имеет какую-то неровность в общем то способ универсальный поэтому конечно же обязательным пользуйтесь также немножко объясню про применение белого плиточного клея мультиклей белый не влияет на затирку плитки не оставляет после себя следов на срезах плит и в случае чего хорошо смывается ну и на всякий случай дам еще один небольшой совет если у вас очень тяжелая плитка и вот ни в какую не получается и зафиксировать то можно изготовить какую-нибудь подпорку допустим в моем случае можно было бы применить штангу штатив у нее как раз таки вот такие удобные фиксаторы есть которые поднимают лазерный уровень и с помощью нее я бы закрепил плитку помимо этого можно использовать что-нибудь подручное какое-нибудь правило обрезать или какой-нибудь брусочек в общем-то много всяких вариантов один из таких тоже максимально простых это на внутренний откос можно прикрутить кусочек гипсокартона а уже от него попытаться упереть плитку с помощью клиньев друзья в общем то вот такая вот работа у нас по укладке плитки я надеюсь видео вам понравилось и вы поставите большие пальцы вверх ну а с вами был как всегда давыдов сергей всем пока